Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкина, это субъективный сбородачок, выпуск номер 23. Да, я... Охеров. В общем, это 23 выпуск и... Да ёппа, раз это вовремя. Я думаю, нужно переходить сразу в дело. Свет, камера, мазок! Расти, борода, расти. Нас некому больше пасти. И так, с вами Данила Рыжкин, и этот выпуск я посвящаю порнографии. Хотя лучше бы посвятить ему дню своего рождения, потому что мне 23 сейчас, и 23 выпуск, ну похер, я посвящаю порнографии. И о чём мы поговорим? Не об актрисах, не о режиссёрах этого искусства, а мы поговорим о картошке и яблоке. О картошке и яблоке. Мы поговорим о картошке и яблоке. Будем говорить с вами о картофеле и яблочке. Это я о том, что все наши музыканты, все наши певцы, композиторы, режиссёры, актёры, телеведущие настолько разленились и возвели себя просто в ранг Бога, что теперь нельзя не выйти на улицу, не посмотреть телевизор, не выйти даже в интернет, чтобы не увидеть этот шлак, этот большой кусок говна. И причём есть говно, которое можно покрыть лаком и поставить на полочку, чтобы потом поржать с друзьями над этим искусством. А есть говно, которое хочется запихнуть обратно в хозяина, ставить динамит, поджечь его, чтобы хозяина разнесло к чёртовой матери на мелкие кусочки, чтобы педофилы подумали, что эти кусочки это маленькие дети и изнасиловали эти кусочки. Сами посудите, как я нашёл в интернете, Бог создал Брэкинг Мэтт, а вы смотрите Воронина. Ну и Бог, народ. И да, возможно, большинство из вас не смотрит этот шлак, но краем уха, вы когда-нибудь это услышите, а потом это произнесёте. И да, вы это не смотрели, но вам покажется это забавным. Вы растёте, в конечном итоге кто-то из вас, возможно, будет заниматься тем же самым, чем и занимаются эти люди, которые сейчас создают такое говно. И значит, вы тоже будете создавать такое говно. Пожалуйста, не будьте в данный момент патриотами. Посылайте нахер всё российское производство. Всех певцов, как бы они хорошо ни пели, они поют ни о чём и музыка никакая. Вы живёте импульсами, типа, ой, проект Голлс, это так круто, я его посмотрю, там так прикольно поют. Тут, ну да, они ноты не дотягивают, но они такие прикольные, такие яркие. Да нихера, это пуски говна. И тоже слизанные, кстати, с запада, так же, как и все эти вечерние урганты и уральские пельмени. Всё это слизано с запада. Ну да, может быть, уральские пельмени своё шоу, но тоже, блин, скатившиеся на дно. Тот же самый КВН, который уже не смешной. И все эти фильмы, и все эти актёры, которые снимаются в этих фильмах, и все эти передачи, всё это ужасно. Я это к чему клоню? Смотрите зарубежные. И плевать, что скажут ваши родители и ваши друзья, которые русолюбы, или как я не знаю их назвать, которые русские, прям вот брат один, брат два, замечательные фильмы, да нифига. Ну, может быть, игра актёров нормальная, но сняты ужасно. И так далее, и тому подобное. Да, я сейчас на святое замахнулся. Ну, похер. Это не особо хорошее кино. Смотрите зарубежную классику, слушайте зарубежную музыку, потому что там смысл, там игра. Я не говорю слушать Бибера. Это да, это тоже говно. Но слушайте Квин, слушайте Депешмот, слушайте Майкл Джексон, хоть и попса. Слушайте, смотрите фильмы Квентина Тарантино, смотрите фильмы Дэвида Линча, смотрите фильмы с участием Аль Пачино, а не всякую херню, где играет чувак из Воронинах, или чувак из Интерната. Потому что впоследствии вы будете создавать то, что мы сейчас смотрим, и это будут смотреть ваши дети. Нас и так деградирует, а будет все еще хуже и хуже. В общем, я думаю, на этом пора заканчивать. Хватит о порнографии, надо мной так сиреневый туман проплывает, и это я не про что-то интересное и приятное, а про большую маханатую воронку от старой бабки, которая летит надо мной и воняется гнилой рыбой. Хватит быть нормальными, быть и рациональными. И создавайте что-то новое и приятное. С вами был Данил Ирышкин, ведущий передачи «Субъективный Нед» с Бородачем. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok